Правительство России разработало комплекс дополнительных мер по борьбе с коронавирусом и новым штаммом Omicron, 16 случаев которого выявили в нашей стране. Комплекс включает в себя четыре блока. Первый – создание барьеров для снижения темпов распространения. Это ограничение въезда и изоляция прибывших из-за границы, сокращение сроков действия теста на ковид до 48 часов, усиление контроля за ограничениями в регионах. Учитывая нестабильность ситуации, я еще раз хотела бы обратиться к регионам страны, чтобы они не торопились снимать те ограничительные меры, которые были введены, имея в виду лишь одно. Традиционно предпраздничные периоды, они влекут большое скопление людей, безусловно, корпоративы. Но у нас, конечно, есть беспокойство по поводу того, чтобы мы не получили рост нагрузки на медицинские персоналы, на медицинские организации сразу после праздников. Второй блок дополнительных мер – профилактика. Он включает в себя в том числе повышение эффективности тест-систем. По словам Голиковой, в декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к ковиду. Третий блок направлен на поддержку повышенной готовности здравоохранения, четвертый – на привлечение кадров. Выплаты медицинским и социальным работникам, которые помогают больным коронавирусом, продлят на 2022 год. Также они получат надбавки за работу в праздники. Мы в этом году, в 2021, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату этих спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными в двойном размере. Просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое. Также на совещании Владимир Путин поднял вопрос о законопроекте по QR-кодам на транспорте, принятие которого депутата на днях отложили. Президент отметил, что вводить подобные ограничения в новогодние праздники – достаточно сложная история, и это создаст проблемы для граждан.